50 лет с момента создания отмечают органы ценообразования Якутии. В рамках юбилейной даты в столице проходит третий съезд специалистов по ценообразованию муниципальных образований. Подробнее о том, какие вопросы обсудили участники съезда, расскажет Любовь Васильева. В России в сфере ценообразования происходит централизация. Все нововведения основываются на российское законодательство. Также в регулируемых отраслях проводится реформирование. Большие изменения ожидаются в тарифной политике электроэнергетики страны. При этом в условиях Крайнего Севера основная задача Госкомценреспублики – найти баланс интересов между производителем и потребителем услуг. Государственный комитет по ценовой политике регулирует тарифы как на тепловую энергию, так и на электрическую энергию. Очень много нареканий возникает в плане тарифов на технологическое подключение. Мы над этим тоже работаем. И думаю, что вся работа и деятельность органов ценообразования и регуляторов в сфере ценообразования, она как раз-таки посвящена на то, чтобы были установлены экономически обоснованные тарифы. Вы знаете, что с каждым годом делать это сложнее, потому что есть предельный индекс роста тарифов. Эти и другие актуальные вопросы обсуждают участники третьего съезда специалистов по ценообразованию муниципалитетов и регулируемых организаций. И результатом этой совместной работы должны быть экономически обоснованные тарифы. Среди нововведений специалисты рассмотрят реализацию нового закона о твердых коммунальных отходах. У нас ожидаются следующего года изменения, связанные с введением тарифов на твердые коммунальные отходы. Они вот с вывоза мусора, который считается жилищной услугой, перейдут в разряд коммунальных услуг. И это коснется всех потребителей, не только населения, вообще всех потребителей. На повестке съезда и обсуждение исполнения органами местного самоуправления переданных полномочий по государственному регулированию цены тарифов. К районам Крайнего Севера относятся почти все улусы, кроме Нерюнгринского и Алданского. В этих районах не утверждают торговые надбавки на социально значимые продовольственные товары. Мы регулируем, устанавливаем тарифы на твердое топливо, на торговые наценки, на школьное питание. И также мы регулируем тарифы на пассажирские перевозки. Государственный комитет по ценовой политике на сегодня регулирует цены и тарифы в интересах потребителей всего региона. В республике утверждены свыше 8 тысяч различных видов тарифов, ставок и размеров плат. Из них большее внимание со стороны населения уделяется тарифам потребительского рынка. В потребительском рынке у нас цены свободные, не регулируются. Вот регулируются только торговые надбавки. Поэтому прямого воздействия на цену мы не имеем. Только через торговые надбавки. Процесс регулирования цены и тарифов представляет тесную взаимосвязь и отношения между регулируемыми организациями и органами власти всех уровней. Но во главе всегда интересы потребителей республики. Любовь Васильева, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск.